Я очень благодарна всем вам за то, что мы с вами сегодня собрались на этот вечер, посвященный памяти Владимира Владимировича Кириллова. Особенно благодарна руководству и сотрудникам библиотеки Белинского за то, что они предоставили нам возможность провести встречу в этом замечательном президентском зале, свою лепту в организацию которого внес и Анатолий Дмитриевич. Особая благодарность Ирине Яковлевне Мурзиной, вот она перед нами, за возможность провести эту встречу не только оффлайн, но и онлайн, что дает возможность нам, тех, кто находится далеко, даже на нашей родине в Магнитогорске, нас увидеть и услышать. Теперь начнем. Сегодня ровно год исполнился, как не стало Анатолия Дмитриевича, ровно год с того момента, как на нас, на всех обрушилось страшное горе. О том, что такое горе, что такое потеря близких, дорогих людей, я думаю, каждый из нас знает. И знаем о том, что горе каждый переживает всегда по-своему, но когда из жизни уходит личность такого масштаба, такой яркой индивидуальности, каковым был Анатолий Дмитриевич Кириллов, хочется остановить мгновение, для того, чтобы понять, чем он и кем он был для нас, что он делал в этой жизни, какое духовное наследие он оставил нам, и вообще, какая миссия была у него на этой земле. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, что он был замечательным сыном, братом, прекрасным мужем, отцом, дедом, любящим и внимательным, вообще был прекрасным семьянином. Но вот если говорить о его профессиональной составляющей, его жизни, которая занимала огромное место в его жизни, то эта деятельность была многогранна. И если вот сегодня сказать или задать вопрос, кем же был Анатолий Кириллов, кто он? Исследователь, историк, публицист, инженер, это его первая профессия, включая и умение быть инженером человеческих душ, организатор, менеджер, общественный и политический деятель, педагог, офицер. Здесь сидят представители именно этой диаспоры, и они согласятся со мной, что звание подполковника, которое он имел, его грело, он этим очень гордился, как гордился тем, что он офицер-танкист. Все это грани его деятельности, его такой вот неудержимой, безудержной натуры, его энергетика, его ум, его талант, его умение, всегда стараться быть впереди, даже в начинаниях каких-то, это его натура. И вот прежде чем мы с вами, мы сегодня, наверное, все выскажемся, скажем, каждый свое слово, вспомнит какие-то грани его общения с ним, а для начала давайте посмотрим фильм о нем. Сразу же хочу сказать, что этот фильм сделан был не на профессиональной киностудии, это фильм любительский, и поставлен он был 15 лет тому назад, около 15 лет тому назад, когда готовился 60-летний юбилей Анатолия Адмича. Показан был только один раз, 2 октября 2007 года в Екатеринбургском доме актера, где праздновали его юбилей. Ну вот, когда мы договорились с библиотекой Белинского о сегодняшней встрече, я подумала, что этот фильм, наверное, поможет нам не просто вспомнить его, а опять же пройтись по каким-то граням его биографии. Фильм небольшой, он около 11 минут, но прежде чем мы его начнем смотреть, я хотела бы, там нет внутри в содержании титров, представить тех, кто комментирует определенные этапы жизни Анатолия Адмича. Во-первых, Юрий Васильевич Миронов, его студенческий друг и коллега в 1970-е годы, первый секретарь Магнитогорского горкома ВЛКСМ, Анатолий Адмич был вторым секретарем по идеологии. В последующие годы, уже в постсоветский период, Юрий Васильевич Миронов, директор магнитогорского филиала, ну как сегодня говорят, РАНХИКСа, Академии Государственной Службы. Далее Степанова Галина Игоревна, известный архивовед, она помогала ему многие годы собирать материалы для его научных исследований. Ну и я думаю, вы хорошо узнаете непременно Владимира Дмитриевича Камунина, нашего известного историка, доктора исторических наук, профессора Уральского государственного, сегодня Уральского федерального университета, друга и соратника, коллегу, с которым ни одну конференцию провел Анатолий Дмитриевич, ни одну книгу написал. Итак, смотрим фильм. КОНЕЦ В этом здании почти 15 лет прошла моя первая часть жизни в Екатеринбурге, тогда еще в Свердловске. Мне пришлось здесь сначала учиться, потом работать. Вот как раз 25 лет назад мы создали лабораторию по изучению проблем, практики партийной советской работы. Это был как раз момент угасающего величия Союза и распада КПСС. Не все было понятно, но вот на моих глазах все это происходило, и мне повезло запечатлеть все это дело. Сначала увидеть, причем увидеть включенным образом. В 93-м году, вот самый взлетный год для меня, в 93-м уходит от руководства областью Россель, и случайно мы оказались рядом. Он в 527-й комнате, я в 526-й. Вот так сначала территориально, а очень вскоре напротив был Левин, Воробьев, и вот я попал в команду реформаторов, в команду Идара Росселя. И вот тут началось уже активное, прямое участие и в становлении законодательных органов власти, и исполнительных, то есть прямое включение в процесс уже в команде губернатора, выборы, анализ, книги. Утро, утро начинается с рассвета. Здравствуй, здравствуй, необъятная страна. У студентов есть своя планета, это, это, это целима. Мы были молоды, красивы, энергичны. Молодость, я думаю, чуть-чуть ушла, энергия осталась. Ну, знания, ума, наверное, чуточку прибавилось. Тема у него была – социально-политическое развитие региона. А до этого все защищались только по теме, руководящей роль КПСС, развитием лесной промышленности, народного хозяйства, производства товаров, народного потребления и так далее. Но чтобы социально-политическое развитие региона такую тему поднимать, это вообще-то была смелость молодого аспиранта. Он все время носился, он все время заставлял нас приносить ему неполагающиеся сверхплана дела, поскольку полагалось 20. Он все время шумел, кричал, что ему надо больше, а поскольку он приезжий, пришли навстречу из Макетногорска, приносили ему больше. В общем, вот, извините за такое слово, он нас гонял по архиву достаточно. И он находил, и нашел, и защитил. И причем не три года, потому что он не спал в читальном зале, а он все время работал. Но я хочу сказать еще одну грань. Вот привыкли, что магнитка – это город стали и металла. Но сегодня признают, что город Макетногорска – это город высокей культуры. И что-то вот существенно там вложено Анатолием Дмитриевичем. Был создан университет музыкального воспитания. Я помню, как Анатолий Дмитриевич вместе с известнейшим человеком-магнитки Эдином Семеном Григорьевичем, заслуженным работником культуры, директором музыкального училища, создавали этот университет. Клуб любителей книги. Тоже вот Анатолий Дмитриевич явился инициатором. То есть вот это как раз вот его личность, она как бы проявлялась. Непосредственно в команде Эдуарда Росселя, вот в этом Белом доме я проработал почти 7 лет. Это были годы, когда, мне кажется, закладывалась основа федерации, российской федерации. Свою роль я видел не только в том, чтобы помогать, но обязательно это все запомнить, записать. И после каждого события выходила, пусть небольшая, но книжка. Все это складывалось и потом удалось очень быстро. Уже в 99-м, 2000-м году я защитил докторскую впервые в России по событиям Урала. И сразу же выпустил серию книг «Урал в новой России». Отдал их во все школы, вузы нашего региона. Это помогло в главном, в укреплении в умах людей, в важности, значимости этого события. Возникла необходимость создания нового учебника по истории Урала. Он вышел в 1996 году и буквально взорвал ту ситуацию, которая сложилась в исторической науке. И Анатолий Дмитриевич у него впервые написал о политической истории Урала 90-х годов, писав сюда и судьбу первого президента России, и деятельность губернатора Свердловской области. Выходит этот учебник. И буквально на следующий день начинается травля этого учебника. Она идет на уровне области, она идет на уровне Москвы. Просто вот господин Флерховский, допустим, который вел вести, он как-то в своей передаче поднимает эту книгу и говорит, хорошая книга вышла на Урале, красивая, единственное, чего нет в ней, правда. Дальнейшая судьба складывалась очень хорошо. В 1998 году вышло второе издание под грифом Академии наук Уральского отделения, а в 1999 третье, рекомендованное для школы. Вот все эти издания, они у нас. С 2000 года я удостоен высокой чести постоянно работать в научном коллективе Уральского университета имени Максима Горького. Я преподаю курс «Урал в Новой России». Читаю его для студентов, для людей, которые проходят переподготовку. Здесь создано наше отделение Академии политической науки, и каждый год мы проводим конференции. Это важная составная часть моей жизни. Я надеюсь, что наша совместная деятельность, нашего центра уже Уральского и нашего университета продолжится. Анатолий Дмитриевич – человек очень интересный. Ну, об ученом я рассказывал. Но он очень интересный человек в плане организации. То есть всю свою деятельность он занимался тем, что создавал некие, причем общественные центры, которые не на государственные деньги, а занимались изучением истории Урала. Ну и, конечно, как и руководитель, он великолепный человек. В 2000 году я начал преподавание в университете. И вот, начав преподавание, я почувствовал, что преподавать по-старому невозможно. И вот я сразу задумал создать такой центр, где бы человек мог увидеть людей, события. И вот так родилась идея создания сначала института региональной политики, который вот плавно перерос в создание вот этого центра политической истории Урала имени Бориса Ельцина. Субтитры создавал DimaTorzok Он меня спрашивает иногда, «Вы знакомы с Борисом Ельцином, в семье и прочее?» Я говорю, нет. Это предмет моих научных исследований. Вот так современная Россия и то через Урал. И поэтому, создавая вот этот центр политической истории, я так его выстроил. История Урала, России и Ельцина. Через Урал мы смотрим на события, конечно, которые происходили и в стране. Но принципы, заложенные главные, это вот историзм. То есть, чтобы это соответствовало действительности. Будем надеяться, что это доброе дело. Потому что человек на земле должен творить добро. Вот мое твердое убеждение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое за внимание к фильму, который запечатлел личность Анатолия Дмитриевича. Ну а сейчас я, поскольку взяла на себя функции открыть этот вечер, я с удовольствием предоставляю слово еще одной коллеге Анатолия Дмитриевича и его большому другу Изабелу Станиславу Ниагановской, советнику, насколько я знаю, Министерства образования Свердловской области, кандидату исторических наук, доцентру, с которым они тоже вместе работали и писали книгу. Спасибо, Наталья Борисовна. Субтитры создавал DimaTorzok Мы вместе провели мероприятие, когда учителям, школьникам, студентам говорили о фальсификации истории, о правомерности и невозможности переписывания истории, в частности, Великой Отечественной войны. То есть это действительно был он. То есть он такой энергичный, позитивный, с прекрасным чувством юмора. То есть действительно, вот это надо тоже отметить, потому что у него всегда было чувство юмора. Я с ним познакомилась в середине 90-х годов, когда пришла работать в Институт развития регионального образования, заведовала кафедрой исторического образования. И понятно, что в нашем ведении, и Ольга Зарьяновна подскажет, да, что это действительно был огромный класс учителей истории, общества, знания, которые здесь тоже есть, право. И вот это была наша адресная аудитория, потому что Наталья Константиновна будет говорить про свою аудиторию, да, вот представителей поля культуры, а я все-таки представляю сегодня учителей. То есть нас сегодня порядка двух тысяч, а если брать еще ветеранов педагогического труда, то, наверное, тысячи четыре или даже пять учителей истории, общества, знания. И когда создали центр, ну, сначала Ельцина, а потом центр истории Свердловской области, наверное, в нашей Свердловской области нет ни одного педагога, ни одной школы, ни одного класса, по большому счету, который не побывал бы в этом центре. То есть вот в этом его огромная просветительская функция. В 2007-2008 году мы проводили конкурс «Народная память Урала», посвященный Уральскому добровольческому танковому корпусу. Благодаря ему собралось огромное количество энтузиастов. Было 730 ребят, которые представили свои работы. Вышел сборник, но вот здесь вот его нет, никто не забыл, ничто не забыл. Там замечательные статьи, в том числе Владимира Дмитриевича и Андрея Владимировича Спиранского и многих других, плюс работы победителей. То есть дети были мотивированы к тому, чтобы пойти в архивы, записать еще тогда, еще кто-то из ветеранов, все-таки был жив, воспоминания этих людей. И получили огромный вот такой заряд стимул к исследовательской деятельности, к сохранению исторической памяти о тех людях, которые вот это заслужили. То есть, соответственно, для меня он действительно был таким человеком, который все время рядом. Потому что действительно учебник по истории Урала писали вместе, вот эту книжку «Свердловская область» писали вместе, еще какие-то проекты реализовывали вместе. То есть это человек единомышленник, действительно единомышленник в самом высоком смысле этого слова. Для меня лично и для учителей, мы уже, конечно, год назад перезванивались, обменивались мнениями. Это была вообще невероятная потеря, потому что не было ни одного семинара, ни одних курсов повышения квалификации, ни одной конференции, ни одной олимпиады, ни одного конкурса исследовательских проектов, где бы его не было. Он всегда был вместе с нами. Поэтому для меня, вот я еще раз говорю, что у меня все время ощущение, что он где-то вот здесь, что он сейчас придет, смотивирует нас на большое великое дело и родится какой-то очень хороший такой новый проект, достойный памяти Анатолия Дмитриевича, достойный вообще всего того дела, которое он в своей жизни совершал. То есть мне действительно очень не хватает этого человека, ну, наверное, не скромно, он всегда на всех конференциях был так, а это моя любимая женщина, просто Наталья Борисовна, то есть все учителя Свердловской области про это знали, ну, потому что мы по характеру немножечко так походили друг на друга и могли там и, в общем-то, схлестнуться даже и поспорить очень серьезно. Но в любом случае, еще раз повторяю, искренний, неравнодушный человек, да, это Анатолий Дмитриевич, просветитель, гуманист, это тоже Анатолий Дмитриевич, то есть человек, который себя полностью отдавал делу, ну, семья – это особый как бы разговор, конечно, делу. И, честно скажу, что учителя Свердловской области, его все любили, обожали, уважали. Благодаря ему в каждой библиотеке учительской есть книги по истории Свердловской области, там, Среднего Урала под таким названием, о войне, маршрут победы и другие. Огромное спасибо, что он был в нашей жизни, он и есть в нашей жизни, я думаю, что он надолго, 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 пока мы живы, он тоже будет вместе с нами. Спасибо, Анатолий Дмитриевич. Вот, ну, значит, мне передали слово, значит, наверное, мы договоримся так, потому что я кого-то тоже за нашим круглым столом еще не знаю, мы будем передавать, наверное, по цепочке, так чисто вот импровизационно. Ольга Вильямовна Демикаева, она представляет Министерство образования Свердловской области, отдел патриотического воспитания, наверное, уже переназвали, как назвали, Забава Станислава. Воспитание патриотических проектов и программ. Вот, все-таки решили, что к патриотизму все воспитание надо присоединить, и это правильно. Забава Станиславовна, спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, первая миссия, которую я должна выполнить, это Борис Анатольевич, передать поклон от Юрия Ивановича Петтуганова. Я, к сожалению, не смог сегодня быть, но как меня поймал в коридоре, вы-то пойдете, я говорю, конечно, я обязательно буду. Вот, и, наверное, продолжая, вот, тон заданный Забавы Станиславовны, я с Анатольевичем впервые я его увидела, как раз, когда, вот, как было сказано в фильме, довольно сложно выходил учебник по истории Свердловской области, Андрей Георгиевич, не надо соврать, много было споров по блоку современности, да, поскольку был экспертный совет в министерстве, министром был Валерий Георгиевич Нестеров в то время, у нас был огромный класс учебников региональных, был такой период, и Антон Георгиевич вот говорил о том, что федерация создавалась в те годы, на самом деле был такой процесс, и назывался он регионализация образования, и огромный класс научно-методических изданий, учебно-методических изданий создавался в тот период. И вот одним из ключевых моментов была как раз история Станиславовской области, потому что много было о городах, о культуре, ну, много было проектов замечательных, вот, и много было споров, и очень яркое впечатление, когда Антон Георгиевич оставил, когда он пришел на совет, он объяснил, были сомнения, ну вот на сколько, пройдет 10 лет, останется ли вот то, что написано, правдой, не будет ли другой оценки происходящих событий. И вот он сумел отстоять и доказать, что есть события, независимо от оценок, которые произошли, да, и время идет, время движется, но они остаются. И меня поразило вот при каких-то таких спорных моментах, человек настолько емко выражал в себе вот понятие патриотизма, ну, регионального, что ли, он был вот, хотя вот из Магнитогорского, он был патриотом Урала, но, прежде всего, Столовская область, вот он один из тех людей, который меня, человек, родившегося вообще не здесь, живущего здесь только половину жизни, научил и любить эту область, и гордиться ей. Вот научил гордиться Столовской областью, потому что вот такой глубинный интерес к нашему краю, к нашей политической истории, к экономической. Ну, мало у кого встретишь. Наверное, Антон Юрьевич это воплощал бы в целом. И второй виток вот нашей совместной работы пришелся как раз на всякие трансформации, вот я приняла новое направление, патриотическое воспитание, а вот это в общем образованием занималось в целом. И мы познакомились с Анатолем Юрьевичем, когда он пришел и сказал, надо, центр надо спасать, надо помочь, мастерство образования должно помочь. И Юрий Иванович мудро принял тогда решение, что все-таки действительно нужно находить поддержку, находить опору, потому что действительно отмечалось, что Анатолем Юрьевич создавал всегда общественные структуры, какие вот как-то он умудрялся, изыскивал возможности, чтобы эти структуры жили, функционировали. Но все сложнее и сложнее сейчас добыть средства, грантов и так далее, и так далее. И стало понятно, что центр как-то вот с моим поддержкой, да. Тем более, что Изабелла Станиславовна главную вещь сказала, что через центр истории Сурдовской области точно либо виртуально прошли, ну уж каждая школа наша точно знает, что такое центр истории Сурдовской области, каждый учитель истории знает о том. Удивительная способность, удивительное качество. Человеку не всегда в департамент, и ничего, вот люди выигрывают грант, да, как они в метамерческой организации получают грант, вот они там что-то посчитают. Он как ребенок рыбался. Я еще 400 рублей смогу отдать. Ничего, слово я смогу отдать. Настолько искренне, на самом деле, учителя обожаю. Действительно, мы проводили вот два года подряд до всех этих ограничений, в каждом округе семинар для учителей, для руководителей по вопросам патриотического воспитания, преподавания истории, других аспектов воспитательной работы. Антон Бусь всегда, он как Дед Мороз, он приезжал вместе с нами, с нашей командой, и он привозил подарки. Он раздавал много замечательных книг. Мобильный, невероятный человек, потому что вот мы все, когда, значит, наступил март 20-го года, немножко подрастерялись, как проводить мероприятия, как вообще всем заниматься. Мы же привыкли, что у нас все очно, все глаза в глаза, все массово. Вот он первым, первым запустил интернет-проект на шут истории. Еще ничего не было. Еще, Максим Николаевич, не даст соврать, региональный центр патриотического воспитания, он мне по телефону отвечал, мы все на удаленке, мы не знаем, что делать. А он там ночью же запустил «Маршрут Победы». И огромное число просмотров, причем сразу в молодежной сети ВКонтакте, каждый день. Информация короткая, емкая, яркая. Я благодаря этому проекту столько вспомнила фильмов великолепных, песен великолепных, столько новых фактов. То есть это образовательный проект сетевой. И, наверное, он на Урале точно был первым, вот в этот период. Совершенно потрясающая энергия. И, конечно, ну вот, да, потеря для нас огромная, потому что, наверное, из всех слов, которые были сказаны, кем он был, он был, конечно, просветитель. Вот просветитель. В нашей сфере, в сфере образования, мне меньше довелось видеть его как преподавателя, хотя я наблюдала, как он проводит экскурсии в центре, пришли какие-то, значит, ну, наверное, третий класс совершенно, вот ребятишки, думаю, ну, что ж они тут поймут политическую историю области. Они ходили, раскрыв рты, не хотели уходить, они его теребили, что-то страшно, причем чувствовали дети себя очень комфортно. Преображался абсолютно Антон Дмитриевич, сразу же вот он становился рядом с ними, и вроде бы лексика его не менялась. И говорил он довольно сложные вещи, но настолько просто и понятно, что вот ребятишки сразу, им хотелось прийти еще, и они приходили. Кто приходил в центр, они приходили снова. Эти классы, эти группы, эти ребятишки. Но просветитель безусловный. Действительно, для педагогов Сырловской области, особенно для тех, кто молодые пришли люди, кто пришел уже в эпоху, когда немножко ушла вот эта региональная политика, учебники у нас только федеральные, то есть мы стали меньше говорить вообще об Урале, Сырловской области, ну, каковы факты, это нормальный, новый виток развития нашей страны. Он всегда сохранял особость, да, достояние нашей области, и всегда доносил опыт людей. И это крайне важно, потому что это не местечковость, и это совершенно никакие не основы сепаратизма. Любовь и гордость своей страны не является с малой родиной. Он как никто это понимал, показывал и учителям, молодым особенно, и детям. И, конечно, вклад Амбульнича вот в просвещение, в патриотическое воспитание, в изучение истории нашей области, ну, его сложно переоценить, наверное, невозможно. Благодарна судьбе за то, чтобы она нас снова сняла с Амбульничами. Мы как-то вот и общались, и дружили, даже не побоюсь этого слова, потому что много мы учили, много я дам как человек. Общаться с ним было интересно и безумно. Хотя энергия огромная, иногда она тебя так немножечко сносила, потом ты возвращаешься, получается хороший проект. Потому что идей было очень много, и энергия для их реализации. Потрясающий человек, совершенно. И большой просветитель. Переходите, слово раньше, да. Наталья Константиновна, ну, для тех, кто, может быть, работал с Натальей Константиновной, потому что у нас много, знаю, что долгие годы она не просто работала, Радом Санкт-Петербурге, она была министром культуры Свердловской области, и действительно человеком, который близко, бок о бок работал с Анатолием Дмитриевичем и по контакту с Министерством культуры. Настоящее время Анатолия Константиновна, директор областного хайерического музея, с которым тоже, Анатолий Дмитриевич, все последние годы работал самым тешим образом. И даже какое-то наследство некоторое передал в этот музей. Анатолий Константиновна. Уважаемые друзья, добрый вечер. Спасибо большое, что вы это организовали. Потому что, знаете, каждый все равно в душе помнит, да, и знает. А когда мы собираемся все вместе, и это становится общей нашей атмосферой, то какое-то совсем другое чувство. Поэтому спасибо большое. И я, знаете, назвала бы Анатолия Дмитриевича, если бы спрашивать, кто он, это настоящий русский интеллигент. И в это понятие входит и патриотизм, и просветительство, и высокое образование, и умение общаться с людьми, что исключительно важно, потому что умение, ну, с каждым говорить на каком-то своем языке. И это просто, это правда, это высоко, это достойно, это очень важно. Ну, знаю, я его действительно очень давно, и с Натальей Борисовной вместе, мы познакомились как раз вот в команде Русселя, где-то 95-96, может быть, годы. И он, конечно, был самым высококультурным человеком, неуемым абсолютно. То есть вот говорили дорогие коллеги об энергетике, это неудивительно, уже когда я работала в музее, он приходил и говорит, Наталья Константиновна, мы делаем книгу совместно с Китаем. Мы в недоумении, но потом оказалось, что это вырубило нас в Ирбовской области. То есть вот этот патриотизм его, он для меня показной. Это очень важно, потому что, вы знаете, вот мне очень жаль, что нет региональных компонентов. И по-честному, мне очень жаль, что сейчас нет никаких учебников, что это сворачивается. Ну, это правда, вот как есть, как чувствую, так и говорю, потому что тогда ведь была целая программа, которая финансировалась, которая как раз вот это застали ему время вместе с Валерием Вениаминовичем. И очень много Анатолий Дмитриевич для этого сделает. Действительно, это так. Я не могу не отметить, еще знаете, что, ну, понятно, что мужчина, он ведь всегда женщина, рядом его это, да, возвышает, если это так. Наталья Борисовна проводила множество кинофестивалей. Наташа, ну, простите, что я называю его так. что это забыть невозможно, потому что по одному ей только зову приезжал. Куравлев, Хатименко, Котеева, вот, Илья Матвеев, ой, это просто, Розникова, Доборсикова, Жарикова, да-да-да-да-да. Да, красавица, вот, на кинотеатре. Абсолютно, верно, да. Вот, Наталья Паслов. И я всегда, да, и я всегда помню, ну, крупнейший специалист по кино, конечно, не всякого сомнения, я даже эту лету не комплиментарную, как только есть. И всегда рядом был Анатолий Дмитриевич, всегда. Это очень важно. И, конечно, он был галантный, он был интересный, он общался с женщинами. А Наталья Борисовна всегда номер один. Это правда, это очень-очень важно, это важно, это огромное уважение в Иссии. Ну, чтобы не быть очень, чтобы не быть очень, как это, многословной, я хочу сказать, что, вы знаете, ну, Бог определяет, когда уходит человек, а след он оставляет сам. И оставляет сам. Это такой огромный след, потому что благодаря Наталье Борисовне в музее уже состоялась передача большого его наследия из центра. Спасибо большое тоже, Максим Николаевич, это и вы тоже приняли в этом огромное участие. И у нас сейчас в фондохранилище в нашей научной библиотеке и Наталья Борисовна личные вещи передала. Была целая акция. Это очень важно, что вот через, века вы знаете, что в музее в инструкциях написано «Хранить вечно», поэтому этот след, он останется навсегда. И этот след достал Анатолий Дмитриевич Кириллов, которого с глубочайшим уважением, с почтением, с почитанием, с симпатией просто человеческой и женской. Он всегда приходил на наши выставки. Так, мы говорим, так, Анатолий Дмитриевич идет. Ну, правда, ну, это мы не знаем, что вы знаете, потому что мы знали, что он всегда приходил не просто так. Он выходил, он говорил, вот еще книга, и он всегда дарил. И он очень это ярко и образно выражал. Мы поменяли это все. А выставка, я думаю, к юбилею Свердловской области, там был целый стенд с книгами замечательными. И Анатолий Дмитриевич тоже был, который подарил музею. Поэтому, даже не за дар очень благодарным, а за след в этой жизни. Спасибо большое, дорогие, спасибо. Спасибо большое, Максим Николаевич. Так высоко. Прежде чем Максим Николаевич просит слова Татьяна Георгиевна Морзникова, которая... Прошу, женщины пошли, вперед. Женщины... Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Я, к сожалению, между двух зумов здесь не могла не быть, потому что не могла не сказать про Анатолия Дмитриевича. И вот, наверное, очень хорошо, что я говорю после Натальи Константиновны, потому что я продолжаю эту же линию. Первое, что я бы сказала, это... Особенно смотрится это сегодня в сравнении с сегодняшними нашими руководителями администрации. Это был очень доброжелательный чиновник. Именно доброжелательный. Мне сегодня страшно даже представить, что в Комитет по социальной политике пришел руководитель Департамента внутренней политики. Я примерно такую должность занимал наш уважаемый Анатолий Дмитриевич в то время, когда я была депутатом. И когда он комментировал какое-то законодательство или еще что, он все время подчеркивал. Комитет уникальный. Нигде такого в мире нет. Три Татьяны. А вы помните это Танечка Зеленюк, Танечка Вахрушева и я. У каждого из нас свои были взгляды. И даже иногда какие-то мы так сильно в ограниченном бюджетном пространстве спорили друг с другом. Но факт оставался фактом. Это действительно нас объединяло. Комитет характеризовался тремя Татьянами. И вот это сделал Анатолий Дмитриевич. Я вот сейчас даже в жутком сне не могу представить, чтобы кто-то из департамента внутренней политики давал такую характеристику нашим депутатам. Вы знаете, мы этому вот чиновничьему обращению не только с депутатским корпусом, но со своими коллегами должны у него учиться. Когда я только начинала работать вот на этой очень непростой работе, всем казалось, что человек раз пришел, он все умеет, и снова Анатолий Дмитриевич приносил мне какие-то бумаги, он где-то находил, что такое омбудсман. Я помню, он мне говорит, ты читала эту книгу? Я говорю, нет, не читала. И только спустя какое-то время мне позже приносили эту книгу как раз, но Анатолий Дмитриевич был первым. Вот это первое, что я хотела бы сказать, ради этого даже просила слово. Второе, я сегодня вот так же в режиме онлайн была на конференции на Ковалевских чтениях Митрофана Ивановича Ковалева, нашему великому ученому в сфере уголовного права сто лет, и я очень много говорила о влиянии вот этой семьи друг на друга. Они прожили с Маргаритой Михайловной Ковалевой, историком отечественной журналистики около 50 лет. Влияние друг на друга было неимоверно, и это очень сильно сказалось на уголовном праве. Я говорила, очень много сегодня говорили разные люди о слиянии теории и практики в учении Митрофана Ивановича. Я говорила, что у Митрофана Ивановича черпалась история, потому что рядом был историк отечественной журналистики. Наталья Константиновна уже сказала о том, что для нас было нераздельно Наталья Борисовна и Анатолий Дмитриевич. Поэтому я поддерживаю Наталью Борисовну в том, что она продолжает линию, и мы должны сохранить образ Анатолия Дмитриевича, потому что он был в нашей истории Свердловской области. Вот, знаете, я бы не сказала, что он был на первом плане. Он умел видеть свое место, вот, что называется, в свете какой-то, не лезть на первый план, но он был влиятельным. Я помню, когда я выступала в 96-м году перед кандидатом, на встрече с кандидатом в президенты Бориса Николаевича Ельцина в Дворце молодежи. Вот, решающую роль в том, чтобы выступление было именно от меня, а не от кого-то другого, было со стороны Анатолия Дмитриевича. Он не критиковал, то есть, он не редактировал, он не правил текста, и это вот тоже особенность того времени. Он видел мои возможности, где-то мы вместе с ним рисковали, потому что выступление, если кто помнит, оно не было комплиментарным. А у нас же ведь, мы же переживали за Росселя, который все равно, значит, предоставил трибуну человеку, который не только комплименты говорил кандидату в президенты Борису Николаевичу, поэтому, но тем не менее, он мне сказал, я очень бы настроился на то, чтобы выступала ты, потому что это и провинция, это и умение сказать, что надо, но не буду дальше какие-то комплименты в мой адрес, который он говорил. Но при этом, когда все закончилось, и когда какие-то лавры я получила, там уж не буду говорить, из администрации президента того времени, Анатолий Дмитриевич шел в тень, он мне говорит, кто вас туда на эту трибуну все-таки выбрал, он говорит мне, не-не-не-не, все нормально, ты сказала, ты и вышла, ты сама вышла на эту трибуну, поэтому, вот, знаете, образ чиновника того политического периода, он должен все-таки быть вырисован правильно, и я здесь готова к этому подключиться. Я очень благодарна, Наталья Борисовна, что вы мне дали слово, у меня еще сейчас, вот тут, извините, еще один, этот самый зум в 18 часов, но я с вами, и я всегда говорила и всем говорю, все, кто забывает людей, которые в прошлом сыграли роль, они готовят себе, ну, не лучшую участь, а настоящий патриот в Свердловской области, мы помним людей, прежде всего, человека, который что это создал, почему сейчас, вот мне иногда приходится биться за каждое, вот за каждое, решение, что где-то что-то сократить, где-то закрыть, где-то убрать какого-то руководителя, потому что мы помним ту историю, она давалась нелегко, но она давалась людьми с открытым сердцем, с доброй душой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, Татьяна Георгиевна. Спасибо. Спасибо. Ну, поскольку я уже Максима Николаевича и стала заместитель, заместитель директора Центра патриотического воспитания, причем работали Центр патриотического воспитания, Центр истории Свердловской области, бок о бок, в одном здании, только на разных этажах, и, собственно, музей, вот, созданный Анатолием Дмитриевичем, его детище было продано непосредственно в Центр патриотического воспитания. Поэтому мы искренне как раз вот рады, что частичное дело Анатолием Дмитриевича продолжается именно в вашем центре, в нашем центре. Спасибо большое, Татьяна Борисовна. Спасибо за такое представление. Я в первую очередь тоже хотел бы поприветствовать всех от лица руководителя Регионального центра патриотического воспитания, героя Российской Федерации Игоря Олеговича Радогольского. К сожалению, он сегодня в поездках у нас идет месяц отечества, поэтому он тоже просил делегирования меня сюда, просил вам передать пламенный привет, тоже благодарность за проведение мероприятий. Анатолием Дмитриевичем, что хотелось бы в первую очередь сказать, да, то, что Анатолием Дмитриевич действительно он был и патриотом, да, он был действительно и членом, он был нашим коллегой. Как вы сказали, он был еще и нашим соседям, да, то есть и ветераны нашего центра вспоминают, что когда оригинальный центр переехал на Коминтерна 16, еще не успели там коробки разобрать, а уже зашел Анатолий Дмитриевич сказал, как мы будем с вами совместно работать, да, какие мы с вами мероприятия будем проводить. И это действительно было, действительно было взаимодействие, действительно была дружба и полная безотказность, то есть надо провести мероприятия, да, то есть он предоставлял и свои помещения, нужно провести экскурсию, и он всегда должен готов, да, то есть идти, и самое главное же, о том, что у нас очень много же ученых, много академиков, докторов, наук, да, он был именно в той точке времени как универзатор науки, да, то есть он же немец это все, и самое главное, он не писал в книгу и ставили куда-то на открылочку, а он именно как раз действовал для детей, для подростков, для молодежи, и он с удовольствием сам рассказывал и сам экскурсию проводил. И знаете, вот в 21-м году, да, то есть когда уже Анатолий Вмутриевич ушел, и, скажем, честно, это было немножко как бы такая запаха, потому что еще, кажется, недавно приходил, еще у меня лежал листок, где он расписал даты, памятные даты, которые надо в течение года совместно отметить. Если ошибаюсь, летом 21-го года было звонок на определенную, я не помню, какой-то его производитель ушел, я взял трубку и звонил со школы. Мы хотели бы попасть на экскурсию в рамках летней оздоровительной компании, хотели бы попасть на экскурсию в Центр Истории Ураева. Я говорю, ну, пожалуйста, давайте мы запишем, я передам коллегам Галин, он здесь тоже присутствует. А мы хотели, чтобы Анатолий Дмитриевич провел экскурсию. То есть через полгода я говорю, сушите, это объяснялся, ситуация, понятно, и такая флаза, а куда, а как мы, куда мы еще ехали? Вот, то есть вот такое, и меня даже немножко это как бы дело как зацепило. И, конечно же, то, что они делают для детей, для молодежи, да, то есть он практически, несмотря на возраст, на свой статус, сразу же включился в работу в социальных сетях. то есть действительно то есть и в период пандемии моментально переключился, пока мы там еще скрипали мозгами, то есть мы уже в работе. И, конечно же, наша задача, в том числе вот это все сохранить, да, потому что действительно огромная благодарность и первичному в мире, нашему, которые нас поддержали, потому что мы в центр переехали на новое помещение и пока новое помещение не позволяет размещение музея и поступили по партнерски, подавалишь, тебя разделили. И часть, конечно же, самая основная такая, которая посвящена Великой Отечественной войне, посвящена Уральскому добровольческому танковому корпусу, мы сохранили у себя, сохранили соратников, да, то есть сотрудников, они остаются в штате нашем. Но самое главное тут все-таки сохранение памяти, то есть мы все-таки историки с вами, да, то есть и чтобы это не только было, понятное дело, что есть родственники, есть друзья, это все сохранится, но очень важно еще, чтобы эти знания передать в дальнейшем. Поэтому у нас региональным центром подготовлены ряд мероприятий по увековечению, да, то есть памяти и сохранению наследия, в том числе создание виртуальной экскурсии. Сейчас позволяют технологии, у нас есть портал, посвященный патриотическому воспитанию «Мы уральцы», то есть мы проговорили уже с подрядчиками, которые создают вот визуализацию, и мы постараемся, то есть у нас есть сейчас подготовленный материал, чтобы восполнить такую электронную, да, то есть экскурсию как раз с участием Анатолия Дмитриевича, да, то есть вот тот комплекс, большой архив видеоэкскурсии, записи, то есть мы постараемся красиво это сделать, но это действительно подождемся. Постараемся к октябрю, то есть к дню его рождения запустить региональный такой научно-следовательский проект, конкурс для детей и для молодежи «Урал на маршруте истории», ряд мероприятий, вот именно которые в том числе будут поддерживать, и я в данном случае хотел бы тоже, прошу прощения коллеге, передать вот вне очереди предложить слово нашему дорогому товарищу и коллеге тоже историку Ивану Александровичу, проектор Уральского государственного коллегического университета. Он тоже, вот у нас есть ряд мероприятий, Наталья Борисовна, если вы не хотите, я поставлю слово. Да, да, конечно. По-то стулы счет, могли бы Максиму Николаевичу несколько штатных единичек передать? Я не знала, что вы всех сотрудников сохранили. Нет, мы жадные, ну, я шучу, спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Вы знаете, я сегодня слушаю вас и не вспоминаю предметречья очень удобными словами, потому что мы всегда работаем с молодежью. Вот это очень важный факт, мы не обращались, чтобы ходить на экскурсию. Я всегда говорил с моими коллегами, что где вы увидите Уральский фраг? И только в центре. И знаете, это сразу привлекало, привлекало. И когда проходили на экскурсию, ребята, еще сюда сам вел, как интересно, действительно. И ощущение теплоты, доброты и воспитателя настоящий, как сегодня говорили, просветитель, а вы воспитатель. Мы, когда с Максимом Михайловичем обсуждали, как можно, например, в октябре, что сделать. Можно научную конференцию, может быть, мы сделаем в других столах воспитательный потенциал, наследие. Андрей Дмитриевич. И вот этот очень важный, мне кажется, фактор, когда работаешь с молодежью открыто. Я помню, как мы с ним встретились. Я еще был на пятом курсе или в начале аспирантуры, и он узнал, что я поеду, пришел в центр, узнал, что я поеду в Пермь на конференцию. Говорит, вот тебе сборник, обязательно его презентуй. Как так? Здесь у меня сборника нет. Говорит, обязательно нужно презентовать, рассказать, какая работа проводится. И вот это продвижение, как у нас сейчас говорят, продвижение своих трудов, своей важной деятельности. А потом, сколько раз мы встречались, например, Уральский танковый добровольческий корпус, мы сделали фильм в 2013 году, он сделал замечательную книгу, подарочную, вы помните, мы тогда в школу фильм и книгу. И это здорово смотрелось, и сейчас тоже обсуждали с ребятами, реконструем наш музей, посвященный уральским педагогам, вообще с поисковым движением это связано, и решили открыть небольшую экспозицию уральский танковый добровольческий корпус, как рассказывали. То есть вот эта связка, связь, сохранение памяти, направленность действительно на молодежь, она должна остаться. и, конечно же, забыл с вами, если историко-передические течения, в этом году вы у нас выступаете, я уже говорил, не знаю, она вам позвонила, мы просим вас выступить на пленарном докладе и мне кажется, вот такая работа должна быть с года в год действительно продолжаться, потому что человек был с открытым сердцем, с открытой душой и, самое главное, направлен, понимал, что надо работать с молодежью. И когда вот это нужно сохранять, поддерживать и всячески вообще. Спасибо. Спасибо большое. Ну и я тоже добавлю Ивана Александровича, потому что действительно вот оригинальный аспект сейчас об изучении отечественной истории вам не особо приветствуется, да, то есть нет по большому счету профильной какой-то конференции по истории Северновского области, по истории Урала и может быть в дальнейшем, да, то есть совместно с вами проработать в момент как раз именно организация такой научно-практической конференции, да, то есть именно Анатолия Дмитриевича Кириллова именно как раз возможно на базе педагогического университета типа кирилловских чтений, да, для студенческой, для студенческой, магистранской, спирантской, для ученых вот именно площадку, чтобы вот немножко толкнуть это направление. Спасибо большое. Спасибо. Я с удовольствием слово предоставлю хорошо, наверное, многим известному Анатолию Абрамовичу Вайтенко, полковнику, самое главное, руководителю центра имени Жукова, который тоже долгие годы работал совместно с Анатолием Дмитриевичем, хотя и работали не бок о бок, но тем не менее хорошо знали друг друга и понимали его. Анатолий 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 Анатолий, спасибо за то, что вы приносили День памяти Дмитриевича. Для меня это особый человек, это особая память. На самом деле он очень гордился, что он был подполковник, танкист. И как-то акценты говорил, что если бы не пошла до меня историческая вот эта составляющая, то я бы спокойно был бы начальником политодзора, большой дивизии, соединения, армии, фронта и так далее он все время считал. Что я хочу сказать, ну, необычный человек, вот название фирмы «Делать добро» мне кажется, это в самую точку. потому что Анатолий Дмитриевич, он добрый, меценат, просветитель, ну, сытин уральский, хотите так, грубо, уральский сытин. Потому что, сколько я помню, это пачки-пачки книг раздает, учителя стоят в очереди. Эти семинары, вот он всегда в истории Уральского выделял роль личности, роль личности. Он особо ценил Багерьев, ценил Жукова, ценил Николая Ивановича Кузнецова, Ричкалова, добровольцы танкиста. Он заранее, за несколько лет уже подбирал литературу. И мы видели вот по книгам, и мне вот как раз то, что я руковожу фондом Жукова в 19-й год, что вот мы близко познакомились при создании этой книги. Это практически первая книга, где было собрано все то, что осталось после великого человека, великого полководца, великого гения. Но пять лет маршал Победы с 1948 по 1953 командовал самым маленьким военным округом на территории огромного Советского Союза. И здесь впервые были изложены вот те моменты, и я удивлялся, откуда нашел Анатолий Дмитриевич, откуда он взял, теперь я уже знаю, что, чего, откуда и как. вот, и он издал порядка десяти тысяч, но вы знаете, что такое сегодня тираж. Десять тысяч, это очень большой тираж. Я почти 25 лет знаком с Анатолием Дмитриевичем, благодаря тому, что я работал под руководством Компания социальной культуры. Каждый раз, когда он приходил, он приходил к нам в управление охраной памятников и старой культуры, и интересовался, что у вас много, покажите. «А что вышло? Какая монография? Поделитесь, пожалуйста». Ну да, я сбраю, я уходи. Я Анатолий Дмитриевич. Он говорит, «Нет, это для момента, это для истории, это надо, это надо». Спасибо. Я, например, из этих 6 тысяч книг я знаю 6 моих, посвященных памятникам Рузданска, Великой Отечественной, горячих точках вот они стоят. Это программа, она тоже. Да, благодаря Анатолию Дмитриевичу, что они, вот, доступ в президентской библиотеке, вот, благодаря ему. Я, что бы хочу сказать, что, как-то пришло вот это, осторожненько, никто ничего не сказал, что Анатолий Дмитриевич был награжден знаком за заслуги перед Свердловской области. Он получил третьей степени, получил вторую степень. Жаль, что уже у нас ушло, уважаемые представители наших, наших полномочий не по правам человека, что, кажется, и мы ходатайствовали в тот же год, когда ушел из жизни Анатолия Дмитриевич, что надо, чтобы Анатолий Дмитриевич посмертно получил первую степень за заслуги перед Свердловской областью и, соответственно, почетал бы почетным членом Свердловской области. Как он это сделал для Григория Максимовича калеты? Что мне кажется, что мы должны ходатайствовать, обращаться, просить, вот я думаю, Таркен Стивенц поддержит, что этот человек, да, этот человек же служил, ну, калеты получил уже благодаря непосредственно, да, уже после того, как, и Анатолий Дмитриевич заслежил, ему должна быть должной этому человеку. Вот мне понравилась идея фонда маршала Жукова, я совсем душу, что этот дел тоже должен быть в календаре. Ну, понятно, Белинка издает один из лучших календарей дат, и мне кажется, там это не будет ежегодно появляться, как день памяти. И еще я хочу особо сказать, Анатолий Дмитриевич, о том, вкладе популяризации университета Жукова. Вы знаете, вот такая энергия, мы должны больше писать, мы должны больше говорить, что собирать учителей со всей области, значит, вы понимаете, что в условиях Урала область, наша огромная область, почти 95 у нас муниципальных образований, представителей собрать, педагога, вот называли цифру, да, 2 тысячи, да, но все 4 тысячи были. Историков, да, что почти все получили вот эту книгу, а это не просто книга, тут еще вкладыш, это вот Жуковский фонд, все, что он тут собирал годами и годами, а Жукове, вы знаете, это вообще гигантская работа, гигантский труд, и мы сейчас вот, губернатор разрешил нам в 16-м году, мы издали книгу, посвященную Жукову, Жукова в исторических оценках, воспоминаниях и так далее, что почти тысячи книг, к сожалению, не ушли на подарки гостям Урала, но это хорошо. Хотя вот на самом деле, вот мы, недавно, наш фонд Жукова, вот мы с помощью издаем вот книгу из серии Журавли, авторы этой книги, это журналисты, ветераны, руководит, моя коллега, член правления, Моноголская, Валентина Петровна, она руководит, значит, ветеранской организацией, и вот все самое интересное о жизни, значит, патриотики, там, здесь и про Кузнецова, и про Жукова, и про Личкова, то есть эти книги, как бы, они идут, и все это идет к ребятам, школу, и так далее, и так далее. Вот я хочу передать представителям библиотеки, здесь вот материал, посвященный памяти уважаемого Анатолия Дмитриевича, пожалуйста, возьмите нас, чтобы у вас, Иисус, одно кто-то заберет, у вас вторая страница. Спасибо большое. Хотелось бы, чтобы, заключая вот мое предложение, вот к теме вернуться о присвоении, значит, памятного, значит, за заслуги перед Свердловской областью первой степени, и соответственно, чтобы имя Анатолия Дмитриевича было в списке почетных граждан Свердловской области, посмертно, вот я хочу, чтобы вы поддержали приважение правления нашего фонда, фонда маршала Жукова, Свердловской области. Я думаю, Александр, вы не можете представлять, как я буду. Добрый день, дорогие. Теперь мы общались, что касается первой степени. Здесь, конечно, требуется некая общественная организация, которая должна инициировать это дело, да? Мы это обсуждаем, но, сами понимаете, так в этом кругу, могу сказать, мне очень удобно как там, допустим, человеку отдавать интересы своего отца. конечно, Татьяну Георгиевну пригласили, я бы хотел, может быть, вы со своей стороны возьмете на себя. Да, надо, 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 подготовили, с вами, с вами, письма поддержки, да, не образование, но, наверное, тоже так или иначе поддержаны. я буду краток в первую очередь хотел бы конечно сказать всем вам огромное спасибо за то что вы собрались здесь вот на сегодня обсуждали вот прям совершенно незаметно да как бы просто кажется что вчера это было вот там и сегодня мы с вами здесь спасибо вам большое что вы здесь это первое второе педагогических особенностях и о том что анатолий дмитриевич как-то могут раскрутить если так образно говорить свою площадку на которой он работает хочу сказать что вот даже его электронный аккаунт вконтакте не его именно вот центра да вот так получилось что у меня его телефоны значит я смотрю буквально вчера последний раз там там постоянно идет подписка вконтакте значит новые новые люди хотя вроде бы контент не меняется да по большому счету мы сами понимаете на мой взгляд это очень важно с другой стороны то о чем мы сегодня говорили о том что он был историком региональным историком и сегодня немножко посетовали на то что у нас с вами региональная история сегодня как не в загоне как сказали да ну может быть менее интересно но менее фокусе находится чем раньше но тем не менее даже несмотря на все наши с вами диджитальные истории то что мы в цифровой экономике как бы мы в цифровой ситуации находимся если мы не будем фиксировать региональную историю так как это делал кириллов старший это мы с вами просто потеряем нашу с вами историю к сожалению не google не яндекс не могут отфиксировать то что было даже в городе екатеринбурге даже условно лет 15 назад я как профессионал вам могу сказать о том что это вот элементарно мы не увидим и не поймем здесь много присутствует людей которые знают хорошо и разбираются в новейшие истории урала что к сожалению интернет не показывает это и поэтому анатолий дмитриевич данном случае заложил очень серьезную основу для изучения самого сложного и самого интересного периода последних 30 лет до 90-х годов 90-х годов же не говоря про его профессиональный подход к истории великой отечественной войны все что с этим связано завершение коллеги хочу еще раз вас поблагодарить максима очень большое хотел бы сказать спасибо за помощь наталья константиновым низкий поклон министерство образования и реванчив вам лично и уральского федерального университета то есть и всем тем образовательным учреждениям но и в качестве предложения внести может быть мы с вами так немножко уже здесь находимся может быть предложил бы до продолжить дальнейшее общение вот за чашка чая в соседнем кабинете наталья борисовна это внес предложение за чашку чашки чая пойдем но я хотела бы все таки услышать владимира дмитриевича камылина поскольку зашел вопрос о региональной истории нам никак нельзя обойтись без владимира дмитриевича владимир дмитриевич дорогой вам слова с экрана коллеги во первых вам наталья борисовна просто вы нас собрали она тролли не пить очень вас я могу об этом судить потому что я общался 20 лет начиная с кафедры и по пока ургу и кончая вот всеми последними делами и вот конечно тут много было всего рассказано хорошего но я хочу сказать что анатолий дмитриевич не только писал книги но он собирал свидетельства и вот никто по слову не говорил о том что анатолий дмитриевич это очень крупный журналист и вот так получилось что мы целый ряд лет когда я работал у него в уральском центре ельцина когда мы по другим делам издавал журнал уральский федеральный округ это вот просто действительно очень значительный источник по современности и вот тут болезнь анатолий говорил что надо все это вот сохранять и так далее вот надо бы как бы вот этот журнал не давать ему стокольство потому что там очень много было материала я просто много могу рассказывать как он собирал эти материалы вот я два с половиной года работал на ямале анатолий дмитриевич летали на ямал и там он буквально подходил к губернатору нью-йору другим официальным лицам и заставлял их писать отчеты раз в полгода в этот журнал поэтому наталья борисовна я хочу вот этот вот пассивку этого журнала как-то вас сохранить и это очень важный источник по истории современной спасибо вам еще раз наталья борисовна за то что нас собрали ну я тоже очень люблю спасибо владимир дмитрий я хотела бы представить дирекции ельцин-центра все-таки наверное ельцин-центр в городе не состоялся бы опять же не было бы если дмитрий пожалуйста вот несколько слов простите что только сначала как бы мы слово дали другим они вам очень хотелось бы вас услышать говорили что педагог наверное да в отношении меня педагог потому что сколько раз хотелось все бросить а он мне говорил не бросай вот я работаю не все получается но многое сделано и ничего бы в центре не было сделано если бы анатолий дмитриевич седьмом-восьмом году не начал эту работу меня очень всегда поражало и увлекала это его страсть к своему занятию и многоогранность его интересов научных и прежде всего конечно современные стоит потому что это ближе это достаточно степени меня увлекало было одним из аргументов переезду сюда к работе потому что всегда хочется начать что-то новое и сделать то что останется после тебя и перед глазами был пример это здорово я скажу честно что часто на предмет еще вспоминаю наши разговоры это все остается актуальным и важным мы еще очень много всего сделаем и по работе по работе непосредственной профессиональной и по общей работе просто и по и другим Тогда очень важное мероприятие под названием «Демократическая платформа ППСС», которая организовывалась в Казахстане у нас в ГИТА-Беренбурге, когда еще не перенимал бы. И с тех пор я не помню ни одного важного политического события, в котором он не принял бы непосредственного учения. Он не был описателем, он не был фиксатором. Он был непосредственным участником всего, что происходило за 30 лет в ГИТА-Беренбурге, в Свердловской области, за пределами Свердловской области. Везде, где возникал курант, он там был в первых летах. Поэтому, если бы не Анатолий Дмитриевич Кириллов, у нас не было бы нашей нормальной региональной политики. Вот той, которую мы расслабили буквально на всю страну. Потому что мы в центре политической истории, мы в доме Свердловской обновляется, где все Кирилл, Бурли. Вы вспомните нашу многоподдельность знаменитую в 90-е годы, наши эти многочисленные избирательные объединения, эти все политические бои. Он ведь не стоит остальные. Он всегда был в центре. У него всегда была чуткая политическая коллекция. И слава Богу, чтобы он все это отражал буквально лучше. Не от два дорожка. Записать можно завтра, чтобы оно пройдет, где-то там отлежится. Нет. Фиксировать надо сразу, сейчас. Потому что завтра все уходит уже по-другому. И вот это вот. Я не знаю, просто другого человека, который бы так активно участвовал во всем. Я просто сама с ним бывала на многих мероприятиях разной, скажем так, политической направленности. И поэтому прекрасно помню, что он все воспринимал в принципе всех. Будь то демократическое движение, левые, правые, потом они поменялись, возникали новые партии, потом они куда-то исчезали. Ну все это было интересным. Он все пропускал через тебя. И благодаря ему это все осталось. В нашей жизни и все отразилось и нам от нас все. Даже тем, кто спел на множественных стороне, и думает, это и через вас прошло. И это прошло через нас, потому что он так сделал. Слово предлагаю человеку, который не все из вас знают лично, но уверенно многие знают, как известного оператора, известного оператора сверху, на студии. Причем оператора особого типа, мастер подборных съемок, мы приярием в своих книгах, называем нашим уральскими пустом. Владимир Александрович Заголовский. Вы достойны друг друга. Владимир Александрович, вы нашли друг друга. Вы прекрасны. Спасибо. Мы сегодня называли, мы, Анатолия Промечка, нашим уральским пустом, нашим уральским пустом. Но у нас есть издатель, с которым в честно согреться могут быть действием. Который Морозович. Морозович. Господи, извините, пожалуйста, вам слово. Тоже сюда давайте. Мы так вместе. Сделали они вместе. Очень много, да. Вот такое ощущение, что вот сейчас кроется дверь, зайдет там, Анатолий Дмитриевич, идет. И было так. Волна шла всегда впереди него. Сначала мы узнавали, что он идет, а потом он уже заходил. Громогласно наполнял пространство идеями, мыслями и так далее. Я вспоминаю, как мы делали действительно учебники и истории Урала для детей, и особенно история Свердловской области. Тоже уникальный учебник для взрослых, так сказать, где Который Дмитриевич непосредственно участие принимала. И много, много, много книг, которые подарочные, по войне, по маршалу Жукову. А когда была идея Министерства культуры, значит, сделать у нас такую серию подобных жизней замечательных людей, у нас родилась жизнь замечательных уралицевых, и Анатолий Дмитриевич настоял, что первая книга была о Борисе Николаевиче Ель с ними. Она вышла, сейчас серия уже больше 10 книг, 12-14 книг, и в каждой книге он принимал свое участие, все время помогал. Ну, действительно, пласт литературы, пласт его влияния, пласт того, что он сделал, мне кажется, не оценен. Действительно, действительно, в региональном компоненте очень много было, к сожалению, которого нет. мы очень сожалеем об этом. Большая потеря для всех детей. Ну, это, ну, поэтому, ну, до сих пор не верится, что его нет. Геннадий Викторович, Коробков, которого многие из нас здесь присутствующих помнят. Геннадий Викторович, когда он снял Маску, то сразу очень приятный. Геннадий Викторович, у нас самое самое большое за приглашение сегодня. Как говорится, большое видится на расстоянии, а расстояние прошлого года Антон Гминч от нас еще не очень большое, но для меня он всегда был большим человеком и, судя по сегодняшним воспоминаниям, еще и большим, чем я его предполагал. Даже в партийно-советские времена все-таки был всевышний, поскольку в далеком 85-м году он познакомил меня с преподавателем Звердловской высшей партийной школы, а я был тогда сектором Железнодорожного райкома партии и по своим сферам деятельности народ посвящал. Я одним из наиболее славных талантливых просветителей, который мог не только рассказать, но еще фактуру дать и вызвать какие-то сомнения, поскольку уже были тогда сомнения в правильности, истинности и то, что нужно было менять, но не так не уникально это все получилось. Это был Антон Гминч, и я еще больше это утвердился, когда три года поучился в ВПШ-пост только где полос, чтобы иметь высшее партийное образование. Чуть попозже, мы уже были с ним немножко в разных отрядах, в команде Роселя в 95-м году на выборах вместе с Натальей Хангстиной. Мы, кстати, на одном этаже проработали, когда она была в председатель комитета, когда еще областная дума, по-моему, называлась. А я был замглавой администрации области на советском комитете в гости ходили чай пить, но мы были в команде Роселя, а это не страховались встречи, не больше. Надо сказать, что всякие были варианты действий команд. Мы с Анатольевичем сразу говорили, что никаких гадостей, никаких... Что сегодня особо много у нас точно не будет. Иногда это дело закрепляли в неформальных встречах. На одну из этих встреч я познакомился совсем юный Борис Анатольевич в далеком 95-м году. И так мы, в общем, с ним все время сли по жизни. Я последние 25 лет возглавляю Уральское землячество, общественную организацию. Делали совместные проекты, в том числе двухтомник Уральский биографический справочник и Вик Персона, на котором на всю оставшуюся жизнь досталась славная фотография и биография Анатолия Дмитриевича и еще более славная фотография Натальи Борисовны. Они в одной книжечке, рядышком страничке, размещены. В конце декабря 2020 года наша была крайнейшая встреча, когда он много-много лет был одним соучастником выпуска календаря уральского землячества. На каждый день можно найти повод кого-то поздравить, что-то отметить и так далее. И он тогда, в декабре в масочке мы уже не обнимались, на расстоянии поговорили. Он уже, по-моему, когда что-то коронавирус начался, потому что он очень берегся и он у меня получил заказанный им кираж. И вот ушел в жизни. Замечательность наших отношений еще заключалась в том, что мы были почти с ним земляки. Он был Могитогорский, а я Карталинский. А 140 километров это дней 600, как в городе Перенбург и Сокте в краем. Вот у нас теплота. Мы много с ним общались. Я выводил на больших руководителей Московского землячества Страшпол Владимир Петрович президент Кунчина Ирина Вячеславовна. И он всегда отправлял туда каждый из изданных им. А я всегда восторговался эксклюзивностью, оригинальностью и творческой плодовитостью. В хорошем смысле этого слова это же надо на все случаи жизни столько насочинять и столько дать. И все это сегодня является нашим состоянием. Спасибо ему, Венега. Спасибо. Мы действительно перейдем на чашку чая и кофе. Вот я бы хотела еще одному человеку, который работал очень тесно с Анатолием Гульчем, Светлане Васильевне Корниловой. Многие ее тоже помнят и знают. Да, Наталья Борисовна, спасибо. Уважаемые коллеги. Я просто хочу всех видеть. я просто хочу продолжить то, о чем говорили мы здесь. И я думаю, мы все уверены в том, что Антон миссис нас слышит и видит. И это просто Наталья Борисовна прекрасный подарок, что все вспоминают о том, какой он был сложный, многогранный. А я просто хочу еще раз обратить наше внимание на то, что у него было обостренное чувство малой Родины. И я сидела сейчас, Наталья Борисовна, всех вспоминала, мы все друг друга знаем, все видели друг друга и в боях, и в миру, и не только, и на баррикадах. вот, наверное, человеку, у которого было такое обостренное чувство малой Родины и желание вот эту Родину изменить и более того, желание вот как-то уберечь, опекать, продвигать людей, которые также думают о малой Родине как он, но их не так много, Наталья Борисовна. И еще раз большое спасибо, что вот все это состоялось, я вам уже это говорила. И я просто вот в доказательство своих слов хочу сказать следующее. Вот вы знаете, высшая партийная школа, мы с Анатолием Дмитриевичем одни из немногих, кого оставили за правильное, за понимание текущего момента после тех событий, которые были, и у нас две комнаты, и мы пытаемся заняться местной политикой, тогда это называлось информационно-аналитическая деятельность, у нас две комнаты, и он меня спрашивает утром, вот как я отношусь к тому, если соседнюю комнату, рядом мы отдадим опальному Анатолию Дмитриевичу, ой, виновата, Эдуард Гаргоровичу, да, и Алексею Петровичу, он говорит, Света, но ты же понимаешь, это может сказаться на нашей карьере, на нашем будущем, я говорю, Анатолий Дмитриевич, нам лежит в печали, вот, и на следующее утро, значит, Эдуард Гаргорович, ну, Наталья Борисовна была тут же, она была с бутербродом, с чаем, она говорила, вы поступили правильно, и вот за стенкой стала происходить история, вот нынешняя история Свердловской области, которой мы все гордимся, и я думаю, что вот Анатолию Дмитриевичу просто нижайший поклон, что вот он увидел этих людей, он их приближал, он воспитывал, вот здесь так много говорили о школьниках, я помню, как они слушали его, и вот, ну, можно просто позавидовать, и вот мой коллега кому-нибудь говорила об этом, и студенты, просто вот, и последнее, да, вот, наверное, большое спасибо нашей любимой Белинке, да, что здесь все собрано, что здесь все будет, и чтобы это продолжалось вечно, Николай Борисовна, правда, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Те, кто не успел выступить, мы сейчас пойдем пить чай, там еще есть возможности поговорить и сказать. Еще раз всем огромное спасибо за память, за продолжение памяти и продолжение дела Анатолия Дмитриевича. Огромное спасибо. Белинки вдвойне, потому что и книги, те 6 тысяч томов, которые он передал, и 800, там где-то 70, которые уже после его ухода подарили мы вслед. И на днях я привезла собранные им видеозаписи, диски по самым разным направлениям, стоят там где-то 110 дисков, связанных и с историей России, и с историей Урала, с действительно темой личности в истории, ну и так далее, и так далее. Я тоже надеюсь, что поскольку здесь зал электронной библиотеки, это все пригодится. Это все пригодится. Поэтому еще раз огромное спасибо. И в литературной гостиной чай, кофе нас ждет. Помянем Анатолий Дмитриевич. Спасибо вам огромное. Всем тем, кто... Ирина Яковлевна. Спасибо. Спасибо.